Эко-Альянс получит государственные деньги. Такое решение приняли на очередной сессии Народного хурала. Правда, с ним согласны не все депутаты. Сколько нужно рекоператору и для чего разбирался Никита Коробенков. Многострадальному рекоператору нужно 200 миллионов рублей. Столько Эко-Альянс должен своим перевозчикам мусора. Накопили из-за плохой собираемости денег с населения. Оплачивают услугу в среднем лишь 44% потребителей. Поэтому перед депутатами поставили почти шекспировский вопрос. Давать или не давать? Разумеется, тема денег вызвала бурную реакцию. Мы сейчас на государственные деньги будем кормить частную компанию. А так могли бы создать свою компанию, которая вывозила бы мусор. Если у него ничего не получается, тогда пусть мы уходим. А если они еще попросят в следующем году опять же такие же средства на ликвидацию кассового разрыва? И что будет делать республика, если они не вернут ни эти деньги, ни следующие деньги? И я так понимаю, брать с них нечего. Правда, деньги и не совсем государственные. Республиканская компания, мусороперерабатывающий завод, просто берет кредит в банки и передает средства рекоператору. Тем временем, в течение двух лет ЭК Альянс будет гасить, по сути, чужой кредит. Сам гендиректор рекоператора на сессии присутствовал, однако выступать не стал. Предоставил возможность отвечать двум министрам. Рекоператор за период двух лет должен обеспечить возврат займа акционерному обществу, которому выдается гарантия. В свою очередь, акционерное общество, наше со 100% нашим участием, должно обеспечить возврат кредитным организациям, у которых будет привлечен кредит под нашу гарантию. Резонный вопрос. Почему бы тогда рекоператору самостоятельно не взять кредит? Пока собираемость денег с населения меньше половины от ожидаемого, поэтому положительного денежного потока нет, а банки таким компаниям кредит не дают, потому что гарантий нет. Но правительство не банк, гарантии нашли сами. В части гарантии возврата несколько мероприятий мы предусматриваем. Первое – это участие в капитале, как я сказал. Второе – предлагаем рекоператору, и сейчас будем вносить уже изменения в устав, чтобы ввести второго директора с правом подписи по праву. Третье – это будет сформирован совет директоров компании с правом одобрения крупных сделок, куда войдут представители Народного хурала и правительство Республики Бурятия. Так что компания из Чистой Иркутской становится почти наполовину республиканской, почти как хотел Баир Циренов. Вопрос о выделении денег решался почти час, после долгих споров в результате депутаты одобрили инициативу. Правда, не все, но 11 в зале – не воины. Никита Горобенков, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус».